Во время прогулки по улицам Кишинева пришла бы вам в голову идея заглянуть в антикварный салон. В то место, где хранится история в тысячах предметов. От почтовых открыток до картин известных художников. Даже сложно представить, какие секреты таят в себе те или иные вещи. Взглянуть на них лично вы сможете, посетив магазин-отелье антиквариата. Я бы хотел здесь, чтобы встречались коллекционеры, чтобы приходила молодежь выбирать нужную книгу. Мы постараемся всегда ее найти. Идея была, чтобы мы выставляли все предметы социального быта Бессарабии. У нас практически все предметы местные, от местного населения. И все предметы носят в себе определенную дозу того прошлого времени, через который проходила наша территория. Здесь есть крестьянская утварь, столовые предметы, вазы и кувшины, швейные машинки, подсвечники и даже буфеты. А также в антикварном салоне можно обнаружить иконы, картины, книги, монеты и разные предметы культов. Точный возраст некоторых из них не установлен. Но, по словам Михаила, самый старый предмет относится к 16 веку. Есть очень много предметов, которые крайне сложно давать точную датировку. Когда говорим о иконах, это всегда плюс-минус от 20 до 50 лет здесь может быть ошибка. Когда говорим о керамике, там ошибка может быть намного больше. Старость не главный признак при составлении цены предмета, материальной ценности предмета. Потому что есть, допустим, есть предметы, которым тысячи лет, но, к сожалению, они так часто встречаются, и так мало они ими интересуются, коллекционеры, что они практически не имеют какой-либо рыночной стоимости. Случается и такое, что вещь, на первый взгляд, ничего не стоящая, становится гордостью салона. Вот у нас был случай недавно. За мною стоит, висит икона святой Ольги. Мне принесли абсолютно примитивную икону Варвары, на которой явно видно было, что это письмо какого-то сельского художника. И когда мы начали ее чистить, под Варварой оказалась великая княгиня Ольга. Не исключено, что кисти знаменитого Нестерова, который писал вместе с Васнецовым в Киеве в начале 20 века. Конечно, это гордость нашего салона. Во-первых, не всегда удается найти, раскопать такое сокровище под совершенно неинтересной картиной. А что бы вы подумали, глядя на вот этот домик? А это самый настоящий барометр, который показывает нам, будет ли дождь или нет. Если молодой человек на улице, значит за окном солнце. Но если на улицу выходит крестьянка, значит будет дождь. Как это работает, спросите вы. А все просто. Здесь находится бычья жила, которая при повышенной влажности сжимается и фигура меняется местами. Будь вы коллекционер, ценитель предметов старины или просто любопытный человек, найдите время, чтобы посетить антикварный салон. Здесь можно провести время словно в музее, разглядывая уникальные экземпляры. Спросите историю приглянувшейся бонбоньерки или танцевальной карточки, и вам обязательно расскажут ее. В салоне антиквариата можно купить или продать любую антикварную вещь. А еще можно посетить тематическую выставку, которую планируют проводить владельцы магазина. И самое главное, здесь можно прикоснуться к такой переменчивой и увлекательной истории родного края. Продолжение следует...